В работе Севастопольского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей приняло участие около 40 делегатов. Организация создана для поддержки малого и среднего бизнеса, призвана способствовать формированию среднего класса, социальной защите необеспеченных слоев населения. Сегодня у нас проходит в городе Севастополь неочередная конференция по переизбранию состава правления, по переизбранию главы правления. Сегодня ситуация в стране развивается стремительно, поэтому бизнес должен самоорганизовываться и уже вступать в реальную работу с новой властью, с новыми требованиями социально-экономической ситуации, которая есть в стране. Перед собравшимися участниками конференции выступали представители предпринимателей от каждого из четырех районов города. Они сошлись во мнении, что работу предыдущего состава правления Севастопольского отделения можно считать удовлетворительной. Главным вопросом повестки дня были выборы нового председателя правления Союза. Им стал президент Севастопольской транспортной ассоциации Василий Цибулькин, утвержденный единогласным решением. Его кандидатура была лично поддержана главой Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолием Кинахом. Мы живем сейчас и работаем в непростое время. Но, как говорил Козьма Протков, надо сказать и посмотреть, а почему это все случается. Ну, наверное, потому, что все устали от коррупции именно в высших эшелонах власти. Действительно, кто не сталкивается, ну, да, наверное, здесь все предприниматели, все сталкивались. И все понимают, как тяжело сейчас выживать в одиночку. Со стороны членов организации планируются все необходимые действия для защиты прав и интересов предпринимателей. Укрепление сотрудничества с работниками малого и среднего бизнеса, а также с севастопольскими властями. Василий Цибулькин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в условиях нынешней обстановки в стране. Скорее всего, конечно, будет повышаться, потому что доллар растет, а цены к топливу привязаны к доллару. И, естественно, вот это тянет за собой повышение цены топлива. Пока цены на проезд остаются прежними, но если будет топливо подниматься, будем рассматривать, сможем мы работать по этим ценам или не сможем. Все будет зависеть от тех составляющих, которые обеспечивают нормальную жизнь предприятия. После выборов председателя всем забравшимся был предложен список из 15 человек, которых планируется занести в состав правления. Его утвердили единогласно. Святослав Данилов, Олег Иваченко, программа «Наше время».